В Айхале определили лучших военно-тактической подготовки. Здесь прошел турнир по игре в страйкбол между командами поселка Айхал и города Удачного. За ходом битвы наблюдал Валерий Усманов. На полигоне пожарной части номер 3 айхальцы наблюдают необычную картину. Всю площадку застелил черный дым, среди которого мелькают вооруженные люди в камуфляже. Это не война и не учение. Здесь впервые встретились две сборные по страйкболу. Айхальская команда Forest People и Удачненский Криолит. Любители пострелять из электроприводной пневматики есть в любом российском городе. Теперь в страйкбол можно поиграть и в Айхале. Собираются люди, стреляют из электропневматического оружия друг в друга. Это достаточно больно, но, с другой стороны, весело и приятно. Во многих сейчас спецподразделениях Российской Федерации, ну и в принципе мира, вводят страйкбол для отработки тактических движений, ну и для вообще просто подготовки бойцов. Потому как достаточно реалистично. К игре готовились всем миром. Поселковая администрация и Айхальское отделение культурно-спортивного комплекса «Алроса» предоставили материалы для строительства полигона. Айхальские страйкболисты собственноручно его сколотили. Гости из Удачного оценили и полигон, и уровень подготовки лесных людей. Говоря о байхальской команде, ну нам до них далеко, скажем так. Потому что, почему? Потому что у них хороший сбитый костяк, как минимум у них униформа вся в цвет. Это уже о чем-то говорит. Ну, пока что нет у них шевронов, но у них будут шевроны. Я думаю, они будут позиционировать себя как команду. Сильная команда, ребята энтузиасты, ребята молодцы, ребятам это интересно. Они этим занимаются, они этим увлекаются, они в теме. Сначала команды продемонстрировали освобождение заложницы. Спасателями выступили удачницы, а террористами – айхальцы. Затем провели короткие бои по 3-5 минут. Как между командами, так и с добровольцами из числа зрителей. Завершился турнир битвой за флаг. Команды уже собираешься, уже начинаешь тренировать тактику. Тактику ведения боя, стратегии, работа по двойкам, тройкам, оборона, атака. Вот так вот, и все, и вот к этому меня привело, что это интересно, это мне нравится. Команды дважды встречались в городе удачном, и оба раза выигрывали айхальцы. Эта встреча стала третьей, и поговорка «Дома стены помогают» полностью оправдала себя. Хозяева получили кубок победителей, а гостям из удачного достались призы от администрации поселка. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».